Возьмите рукоятки, как я вам показывал. Сведите руки вместе и вращайте скакалки, описывая восьмерку по сторонам от туловища. Вращайте старайтесь плавно, скакалки не должны касаться пола. Если веревка бьет попу, держите руки выше. Плечи прямые, локти рядом с туловищем. Не вытягивайте руки вперед. Верхнюю часть туловища держите расслабленной, не напрягайтесь. Это упражнение хорошо развивает плечевой пояс и служит идеальной оправной точкой. Рукоятки держите вместе, не разводите руки, иначе вам будет намного труднее управлять движением скакалок. Описывайте оборот, еще оборот, еще оборот, еще круг, еще и еще. Не спешите, вращайте плавно. Когда почувствуете уверенность, попробуйте увеличить скорость вращения. Локти не разводите, туловище должно быть расслабленным. Рукоятки держите вместе. Переход, переход, оборот, 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 оборот. Два оборота с каждой стороны. Теперь попробуйте сделать по два оборота скакалок с каждой стороны. Два оборота с одной стороны, два с другой. Два с одной, два с другой. Переход, оборот, переход, оборот, переход, оборот, переход, оборот. Когда освоите это движение, попробуйте увеличить скорость и добавить агрессивности. Скакалки описывают восьмерку. Рукоятки держите вместе, не напрягайтесь, тело расслаблено. Веревка скользит над полом, локти держите рядом с торсом, не выпрямляйте руки. Два оборота с одной стороны, два с другой, два с одной, два с другой. Продолжайте упражнение. Приставной шаг Теперь к двум оборотам с каждой стороны добавим шаг в сторону. Мы называем это приставной шаг. Делается так, два оборота с одной стороны и два с другой. Затем два оборота, шаг, шаг, приставить ногу, шаг, приставить. Два оборота с одной стороны, шаг, приставить, шаг, приставить. Это полезное упражнение, в нем участвуют обе руки и ноги. Это похоже на одновременное поглаживание по голове и похлопывание по животу. Наберитесь терпения, постарайтесь, и у вас все получится. Затем попробуйте немного увеличить темп. Вот так. Шаг, приставить, шаг, приставить, шаг, приставить. Шаг, приставить, шаг, приставить, шаг, приставить, шаг, приставить, шаг, приставить. Теперь вы освоили несколько подготовительных движений, и Луис объяснит вам, зачем они нужны и почему так важны. Они необходимы. Вы, конечно, заметили, что мы еще не показывали прыжков через скакалку. Мы лишь вращали скакалки сбоку от туловища. Мы делаем это по нескольким причинам. Во-первых, эти упражнения позволяют прыгуну привыкнуть к вращательным движениям скакалок. Это придаст вам уверенность, когда вы начнете прыгать. Вторая причина – это простой способ разогреться перед началом прыжков. Эти упражнения вносят в курс разнообразие. Мы покажем вам еще много различных движений, наверное, и самое важное. Вы можете выполнять эти упражнения в фазе восстановления после тренировки. Иными словами, такое упражнение для отдыха позволяет вам восстановить дыхание, снизить частоту сердечных сокращений и немного снять напряжение перед тем, как снова приступать к прыжкам. Мы и дальше будем обращать ваше внимание на подобные удивительные эффекты. Профессионалы фитнеса называют это активным отдыхом. Это означает также, что вы можете активно тренироваться без прыжков через скакалку. Совершенно верно. С этих упражнений начинается наш курс прыжков через скакалку, по которому обучаются даже те, кто впервые приступает к упражнениям. Упражнение восьмерка с прыжками Давайте вернемся к упражнению восьмерка, с которого мы начали. Сначала вы описывали восьмерку, стоя неподвижно на полу. Теперь поставьте ступни вместе и начинайте слегка подпрыгивать, продолжая вращать скакалки. Это движение требует некоторой сноровки. Будьте терпеливы, и вы скоро его освоите. Переход, переход, переход или оборот, оборот, оборот. Продолжайте движение. Во время упражнения следуйте простым правилам. Во-первых, старайтесь вращать скакалки равномерно. Не замедляйте вращение во время прыжков. Замедление темпа вращения распространенная шибка при выполнении этого упражнения. Оборот, оборот, оборот. Или переход, переход, переход. Во-вторых, держите рукоятки вместе. Как мы вам показывали, не разводите руки. И, наконец, восьмерка с прыжками также может использоваться как упражнение для отдыха. Вращение скакалок с одновременными прыжками является весьма эффективной тренировкой. Старайтесь не пропускать ни одного этапа в курсе обучения. Однако вы всегда можете изменить схему упражнений, чтобы упростить тренировку. Вы можете полностью регулировать интенсивность нагрузки, насколько это необходимо. Хочу также заметить, что у каждого из нас свой стиль прыжков. Здесь подходит любой стиль. Келли прыгает не так, как я, а стиль Эрика отличается от манеры Келли. Это упражнение очень напоминает танец. У каждого из нас свои привычки, свой стиль движения, в этом вся прелесть. Скакалки ваш партнер по танцам, старайтесь получить от них удовольствие. Продолжение следует...